Доброго времени суток, мои уважаемые зрители, с вами дядя Вася и сегодня я хочу вам рассказать об очень удивительном и замечательном месте, в котором вы сможете отметить день рождения своего ребенка. Если у вас есть дети, то рано или поздно, конечно же, вы столкнетесь с тем, что надо будет праздновать его день рождения. Где его праздновать? Мест, конечно, масса. Можно пойти, например, на речку, в сад, это если в теплое время года пожарить шашлык, выпить что-то из алкогольного. Но если, например, на улице холодно, то вы, конечно, будете использовать либо какую-то детскую комнату, либо будете искать где-то кафе, где можно будет провести день рождения, пригласить туда аниматоров и таким образом провести вот этот праздник. Все это, конечно, классно. Мы через все это прошли с нашей семьей, с нашей дочуркой. И вот однажды нас пригласили в очень замечательное место. Мы уже были там не один раз, нам очень понравилось. И, конечно же, мы также провели день рождения своей любимой дочурки в этом замечательном месте. Называется это Клуб Корни, который находится в Харькове. Вы спросите, чем же он такой замечательный? Преимущество у него, конечно, уйма. Но давайте начнем по порядку. Вообще, как он выглядит, что это и с чем его едят? Клуб Корни располагается, ну, можно так условно сказать, в квартире, где есть условно две комнаты. Хотя там больше, ну, вот две комнаты. В одной находятся детки с аниматором, а в другой находятся взрослые. Аниматоры, конечно, замечательные там, просто супер. И вот в той комнате, где детвора играются с аниматорами по заданному сюжету, который вы уже обговариваете заранее, то в другой комнате находятся взрослые, которые могут все это видеть, что происходит в комнате, где идет сказка, где погружаются детки в ту сказку, которую они хотели. В комнате, где сидят родители, есть большая плазма. В комнате, где детки, стоит камера. И взрослые могут кушать, пить и в то же время смотреть плазму и видеть, что происходит с детками, во что они играют, как они играют. Но о деткам это плюс того, что вот они зашли в комнатку, уже аниматоры одеты под мотивом той сказки, все сделано в этом стиле, и они уже начинают погружаться в ту атмосферу, плюс музыка создает соответствующее дополнение. И таким образом все становится реалистичным и очень-очень хорошим. Также в комнате, где детки играются, там есть стол, также накрывается стол там для деток, и они также кушают. Причем, что классно, взрослым не надо ходить туда, не надо там подавать, насыпать, смотреть за детками. Все это делают эти замечательные аниматоры, которые действительно мастера своего дела. Я ими просто восхищен, молодцы, вот сколько раз был, все на высоте. Почему и рекомендую вам, что остался очень-очень-очень довольным. Не только я, но и все люди, которые там бывают. Также там все так сделано, закручено, что приглашают взрослых. В данном случае я был взрослым тем, кто участвовал в конкурсах, потому что не все взрослые всегда готовы там пойти, кто-то там подергаться, кого-то поиграть. Вот в данный момент, видите, я тут был с зефиркой. Очень классные конкурсы со мной были проведены. Видите, как вашего ребенка, в данном случае, вот Керуньку, мою дочурку садят на трон, ей потом все подходят, поздравляют. Это так каждого именинника также садят и поздравляют. Все детки подходят, желают ему что-то, дарят подарок. И ребенок действительно понимает, что он там реально был там какой-то сказки. Вот как дочурка заказала «Ледяное сердце», она была Эльза там. Ну, это те, кто смотрит мультики более понове, те поймут. И вы посмотрите, пожалуйста, на лица деток, на лица взрослых, которые бывают в этом клубе. Вот те, кто были в клубе «Корни», сейчас, посмотрите, детки, у них искренние улыбки. Посмотрите на взрослых вот позади. Они так же счастливы, они так же улыбаются, потому что, естественно, когда родители видят, что их ребенок получил массу удовольствия, что он заряжен, бодрый он. Этот ребенок заряжает также и родителей своих. Посмотрите, счастливы. Они устают, когда вот это играется, но они счастливы. Они мокрые, уставшие, но они очень счастливы и довольны. Посмотрите, все-все-все улыбаются. Нету никого, который бы там был надут из детей, потому что аниматоры со всеми прорабатывают, всех заинтересовывают. Видите, у каждого есть табличка, как его зовут, чтобы не попутать. Также есть дискотека, обязательно подрыгаться. Также приглашают туда и взрослых, чтобы немножко то, что покушали, растряслось. Делают замечательные фотографии, которыми я просто доволен. Ну, естественно, что вон я такой счастливый стою. Добавить, я думаю, друзья мои, больше нечего. Возможно, конечно, что-то где-то упустил, но это все я рассказываю на радостях. Хочу поделиться с вами. Возможно, где-то что-то допишу. Вот, кстати, я в конкурсах участвовал, и не в одном, да, было и зефиркой, и оленем. Морковки собирали, ну, много всего интересного. Этот праздник, поверьте, детки будут еще вспоминать ни один день, ни еще ни один месяц, и будут с удовольствием ждать, с нетерпением вернее, ждать, когда будет следующий их день рождения, чтобы пойти туда. И так, если вот, кстати, по финансовой части посчитать, если снять, например, где-то детскую комнату, вызвать аниматора, то это выходит столько же, сколько здесь прийти в клуб корни уже, можно сказать, на все готовое, чтобы вы тут не мучились, не путались, не обзвали на кого, заказать любимую сказку и получить массу удовольствия. Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. От души ставьте пальцы вверх. Спасибо вам огромнейшее за просмотр. Я надеюсь, что вам понравился небольшой обзор. Честно скажу, как-то не додумался снять все изнутри клуба корни, как там все устроено. Но я думаю, что сколько бы я не рассказывал, сколько бы я не показывал, но пока вы туда не попадете, вы не поймете, какая там царит атмосфера, и насколько оно действительно круто, насколько оно классно и насколько оно нравится деткам. В конце, вот видите, мыльные пузыри, завершающий этап. Все уже танцуют последний танец, лопают мыльные пузыри. У меня также все, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Кто не подписан на канал Деревайся, обязательно подписываемся. Еще раз пока-пока.